Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разговариваем про кислоту вине. Как только речь заходит о кислоте в вине, виноделии, первый запрос – это как от кислоты избавиться. У многих ассоциация, что кислота – это зло. Так вот, мы сегодня с вами поговорим, почему кислота не зло, и почему не стоит спешить от нее избавляться. Итак, для чего кислота вообще нужна вину? Не только вину, кислота – основа вкуса. Даже виноградная ягода, если там есть, допустим, много кислоты, много сахара, ягода будет вкусной, насыщенной. Если у нее даже может быть не очень много сахара, ну, либо много, да, но нет кислоты, либо ее очень мало, она будет такой, ну, притерной, пресной, абсолютно неинтересной. И то же самое в вине. Кислота – основа. Вообще, ну, если так грубо говорить, да, то у нас есть треугольник, где кислота, спирт и ароматический профиль, те же танины, да, это вот вкус нашего вина. Если мы кислоту уберем, сколько бы там ни было ароматов, сколько бы там ни было сахара, вино не будет вкусным, оно будет абсолютно безликим. То есть без кислоты все остальное, ну, его нету. Но не только на вкус сказывается, ну, влияет кислота в вине. На самом деле кислота в вине – это еще такой мощнейший защитный агент. А кислота в вине в сусле защищает, вот это самое вино сусла, от различных плохих микроорганизмов. Чем ее будет меньше, тем шансов, то, что ваше вино заболеет, будет больше. Второе. Кислота влияет на скорость окисления, окислительных процессов. Пожалуйста, не путайте с окисанием. Есть отдельный ролик, где я рассказываю, что такое окисление и что такое окисание. Ссылку под видео я оставлю, кому интересно, посмотрите. Так вот, окисление – это химический процесс. При окислении вино может менять свой цвет, ну, менять ароматический профиль. Если ваше вино из такого фиолетового, либо интенсивного, красного, гранатового, перешло в какой-то вот кирпичный такой, ваше вино окислилось. Если ваше светлое вино стало коричневым, стало рыжим, оно окислилось. Но при этом еще приобретается определенная ароматика. Иногда она может быть интересна, если процессы не слишком сильно прошли. Но если они прошли глубоко и интенсивно, то это портит вкус. Так вот, кислота в вине очень сильно влияет на эти процессы. И она, скажем так, защищает. Чем ниже pH-фактор, тем окислительные ферменты, которые содержатся в сусле, медленнее работают. Поэтому кислота нас защищает от плохих микроорганизмов. Кислота защищает наше сусло от окислений. Параметры pH, в которых хорошо работать, от 2,9 до 3,7. Но даже 3,7 это на самом деле довольно высокий pH. Вот хорошо где-то до 3,5. Это вот такой вот замечательный параметр. Но, конечно, мало кто из домашних виноделов вообще знает, что такое pH-метр. И мало им пользуются. Я вам хотя бы просто поймите, что от кислоты не надо спешить избавляться. Дальше. Кислот в вине несколько. Есть там лимонная, янтарная. Но они в малых количествах. А основные две кислоты в виноградных винах это яблочная и винная. Яблочной кислоты много в недозревшем винограде. И вот когда мы используем плохой, некачественный виноград, и говорим о том, что ай-яй-яй у нас получается винокислый, то в первую очередь нам надо подумать над сырьем и работать с хорошим, качественным сырьем. Кстати, рассказывала и не раз, что если виноград не дозрел, можно попробовать его немножко дозарить. Температура 45 градусов в сутки, двое. Где разместить? Ну, включать фантазию. Потому что он такие спрашивает. А что, а как, если у меня нет бани? Ну, подумайте. Обогреватели, инфракрасных ковриков. Сейчас вообще такие возможности, что просто чуть-чуть надо включить фантазию. Проехали. Так вот. Вот это нагревание, оно способствует, первое, повышению сахара. Причем за счет кислоты. И в этих условиях идут химические превращения кислоты в сахар. И мы убиваем двух зайцев. Да, уменьшаем кислоту и повышаем сахар. Хорошо? Хорошо. Дальше. Что у нас вообще происходит в процессе брожения? Вот, если у нас усло слишком кислое, оно может забраживать медленно. Но тоже я уже много раз говорила о том, что микроорганизмы, которые там живут, они очень умные. Процесс брожения, то есть превращение сахара в спирт, это далеко не единственный процесс, который происходит в вине. На самом деле происходит великое множество различных процессов. И вот эти микроорганизмы, которые, дрожжи, все перерабатывают, не только дрожжи, чуть позже об этом поговорим, им хочется жить в комфортных условиях. И если сусло слишком кислое для них, то вот эти дрожжи начинают перерабатывать кислоту и делают себе условия более комфортными. То есть изначально ваше кислое сусло, оно само себя отрегулирует и уже будет не таким кислым. И вот эта яблочная кислота, такая зеленая, именно она часто вот на вкус будет такая вот резкая, кусючая, да? Но первое, дрожжи могут ее поесть. А следующий процесс, это яблочно-молочное брожение. Молочно-кислые бактерии, вот эту яблочную кислоту, перерабатывают в более мягкую молочную. И вот эта жгучая кислотность, она снижается. Следующий процесс, который происходит в вине, винная кислота, она у нас тоже есть, она тоже влияет на вкус, она будет выпадать в осадок в виде солей калия. Так называемый винный камень. Есть еще и кальциевая, ну, подробностей вдаваться не будем, тоже ссылку на отдельное видео оставлю. Можно все это посмотреть, изучить, потому что темы эти большие, темы длинные, темы обширные. То есть, понимаете, вино, сусло наше, оно само себя регулирует. Если же мы, вот самый такой распространенный способ, чтобы не было кислым, мы зальем водой. Хорошо, да, вы кислоту действительно снизите. Но мы помним про защитные свойства этой самой кислоты. Да, вы ее снижаете. И тем самым открываете путь к развитию неблагоприятных микроорганизмов, к окислению. Ну, качество вашего вина очень сильно снижается. Я уже не говорю о том, что разбавляется ароматика, вот это вот все. Поэтому не надо спешить от кислоты избавляться. Второй такой тоже распространенный метод. Надо насыпать побольше сахара. Сахар вообще на кислоту не влияет, ну, никак. Кроме вкусового восприятия. Он ее маскирует. Но до определенной степени, если у вас кислоты зашкаливающее количество, то сколько вы не насыпали сахара, вы получите очень кислое, очень сладкое. Кислый сироп, назовем это так. Вкуса все равно не будет. И сразу переходим к такому еще заблуждению. Вино сначала было хорошее, точнее, сусло мы подавили. Все было хорошо, вкусно. Потом оно отбродило. Я попробовала, оно кислое. И надо сыпать сахар. Во-первых, да, я уже сказала, сахар и кислота, они маскируют друг друга. Сахар ушел, кислота осталась. Логично, что оно будет кислое. Любое виноградное, яблочное, любое. Даже если изначально оно было вообще приторно-сладким, что в рот не взять. Если сахар ушел, кислота осталась и она будет чувствоваться, это абсолютно нормально. И то, что вы начинаете добавлять сахар, он не нейтрализует кислоту. Она как была, так и осталась. Но при этом мы можем продолжать брожение, если нам повезет, ну и повышать спиртуозность. Кстати, количество спирта, да, оно будет влиять на вкусовое восприятие кислоты. Чем спирт, ну, его выше, тем кислота воспринимается меньше. Но наша ли это цель сделать покрепче? Либо если этот сахар не переработается дрожжами, потому что они уже там все, они больше не могут его кушать. Ну, вы потом можете есть кто-то другой, я много раз об этом говорила. Сладкоежек вине хватает. Вот, поэтому никакого сахара, никакой воды для нейтрализации кислоты не нужно. Еще возвращаясь к тому, что изначально сусло кислое, и мы эту кислоту уменьшаем водой. Я уже говорила, кстати, тоже не в одном видео, микроорганизмы, они хотят жить в комфортных условиях. И если им кислоты мало, они начинают ее вырабатывать, но начинают вырабатывать уксусную кислоту. Отсюда появление запаха, это не скисание, не надо путать. Да, но легкий уксусный запах может быть, может быть запах ацетона, лака для ногтей. То есть вот такое вот. Потому что мы убрали естественную защиту, не надо спешить ее убирать. Уже если нам действительно надо поработать с кислотой, то надо дать вину возможность пройти все этапы. И только после этого, пример вот по срокам, да, это примерно к весне. И то при определенных условиях. Да, если нам еще кисло, можно попробовать что-то сделать. Но что именно? Правильно вообще есть специальный раскислитель, есть карбонат. Я все время путаю. По-моему, калия все. В специализированных винных магазинах продается. Покупаем, засыпаем. Он винную кислоту связывает, выпадает тот же винный калий. Процесс идет достаточно длительное время, но он идет. И здесь тоже очень важно не сыпать ни в коем случае на весь объем. Сделали в небольшом и потом разводим. Потому что можно так убрать, что, ну опять же, получите вообще бы что. То есть с этими вещами надо быть осторожным. И кислотные вина, они будут долго храниться, потому что вот она, естественная защита. Если мы хотим вина поставить на какую-то выдержку, то как раз таки плотные вина, насыщенные вина, кислотные вина. Вот это те вина, которые будут долго храниться. Что у них есть, вот это самая естественная защита. Если же у нас вино малокислое, если мы его разбавили, ну еще вот первое время его можно попить, будет такой легкий компотик. Но долго вино такое жить не будет. Даже если вы его там будете пастеризовать, пытаться что-то с ним сделать, химические процессы вы их не остановите. Процесс окисления как шел, так и будет идти. И такое бывает помутнение, железный касс, когда вино начинает мутнеть и темнеть. Так вот как раз таки это происходит в низкокислотных винах. То есть кислота вину нужна для очень многих параметров. И для защиты, и для хранения, и для правильного протекания всех процессов. Вино само себя потом отрегулирует. И вот этот миф, что сухие вина кислые, нет, они не кислые. Если вы правильно с ними работаете, если вы даете им время. Привожу пример, когда щеночек или котеночек рождается, он изначально слепой. Даже глазки у него открылись, когда они еще такие неуклюженькие, падают все время. Точно так же и с вином. Вот оно сначала такое неуклюженькое. Такое непонятное по вкусу. Там может быть горчинка. Вот я по винам заметила, что часто бывает, вот отбродили их, пробуешь, ощущение, как будто воды добавили. Вот серьезно, вот что-то есть такое отдельно, какая-то ароматика и отдельно вода. Потом это все уходит. Хотя я никогда никакой воды вообще не добавляю. Для меня это табу, это я хочу для себя делать хороший качественный продукт. Так вот, мы пробуем, но неуклюженько дайте ему время. Не спешите. Я всегда повторяю, что в виноделии самая важная выдержка. В первую очередь винодела. Если у винодела есть выдержка, то все у него получится. Ну и конечно же, качественный материал изначально, хорошо созревший виноград, это тоже залог успеха. Вино рождается на винограднике. Да, к сожалению, нам иногда приходится работать с тем, что у нас есть. У нас могут быть неблагоприятные годы, неблагоприятные погодные условия. И мы уже тогда выкручиваемся. А как получается, тем не менее, я уже сказала, что есть способы уменьшения кислоты, повышение сахара, да, и это никак не разбавление водой. Еще один из способов, ну, пока в теории, на практике, ну, надо экспериментировать для понижения кислоты, это карбоническая мацерация. Это брожение целых ягод. При этом я как-нибудь расскажу отдельно, успею в этом сезоне, расскажу в этом, потому что ставила эксперимент, немножко там не в плане кислоты. Ну, не успеем, значит, будем рассказывать об этом в следующем сезоне. Так вот, в процессе этой самой карбонической мацерации, кислота перерабатывается в спирт. Как вариант, тоже можно пробовать и таким образом перерабатывать виноград. То есть, опять же, задача винодела найти нужную технологию, вот подобрать к своему винограду, ну, получить максимально качественный продукт, насколько возможно при вот этом сыре и этих условиях. И еще пару слов напоследок про вкусовое восприятие. То, с чем мы употребляем вина, то, как мы употребляем, тоже сильно зависит. Вот это вкусовое восприятие кислоты. Бокалы. Да, они влияют, потому что бокалы тоже создавали, ну, кто-то может сказать, а, все это ерунда, все это выдумки, маркетинг. Уже говорили, да, еще как-нибудь поговорим отдельно на самом деле. Наш язык и, в принципе, все, что у нас во рту, рецепторы, которые воспринимают кислое, сладкое, горькое, они находятся в разных местах. И от того, какой формы бокал, то есть не просто так они появились, вот если вино кислое, то для них, для этого вина определенной формы бокал, тогда вино попадает, в первую очередь, на определенную зону у нас во рту, где работают другие рецепторы. Ну, это проверено. И хорошие фирмы, производящие бокалы, они проводят целые эксперименты, где садят фокусные группы и подбирают бокалы, например, к определенному типу вин. Вот так вот это делают, то есть это не просто маркетинг. Дальше. В сочетании с едой у нас вообще культура винопития, к сожалению, большому развита очень слабо. Радует то, что все-таки она развивается. Так вот, вино не закусывают, вином запивают еду. И если у нас вино кисловатое, то соленая пища, она как раз-таки, вот они будут друг друга дополнять тоже. Опробовано это не только на себе, но и на ближайшем окружении. Солененькое что-то. Если запивать даже кисловатым вином, после соленого вино может казаться даже сладковатым. Попробуйте сухая полинвичка, что-то типа хамона, соленый сыр, типа с плесенью, побла. Да, это шикарное сочетание как раз-таки для кислых вин. И, конечно, эволюция вкуса. Когда-то я сама тоже считала, что сухие белые вина, хотя у них кислотность больше на самом деле, и для белых вин кислотность ценится, но тем не менее сухой белый вино, она редко воспринимается кислым, обычно она воспринимается нормально. А вот красный, как раз-таки за счет содержания танинов и всего прочего, я вам уже говорила, что на вот это восприятие вкусовое, ну, очень много всего влияет. Так вот, красный вино я всегда покупала полусухие, ну, или даже полусладкое, потому что сухой вино мне казалось кислым. Ну, когда я сама начала делать вино, начала пробовать, вот вкус он развивается. Если его не забивать сахаром, то он развивается. И я это увидела не только на себе, но и на своем окружении. Если когда-то давно пробовали гриль, ой, кислая, то теперь, ой, класс, кисленькая. Понимаете, совершенно по-другому воспринимается. И вот кто рядышком со мной, да, распробовав вот эти вина, уже полусухие, ну, не, это компот, это вообще невкусно. И вот в прошлом сезоне так получилось, что вино, вот моя стандартная смесь, делгорусский ранний Симоне, мы оставили в доме, не стали перевозить в Минск, один раз сняли с осадка, оставили в бутырь, и она стояла до весны. Никто с ней ничего не делал, она там то бродила, то не бродила, потому что то мы приезжали, дом протапливали, то не приезжали, дом не протапливали. И вот оно бродило, бродило, даже не до весны, на самом деле, оно бродило до середины лета. И винный камень там не выпал. Ну, потому что сразу, когда было холодно, вообще на выпадение винного камня влияет тоже яблочно-молочное брожение. Если оно не прошло, то винный камень может не выпасть вообще. Вот первый раз в жизни я увидела такое. Он не выпал вообще. Либо может выпасть в малых количествах. То есть яблочно-молочное брожение, там, скорее всего, что все-таки прошло, да, до середины июля. Но вот винный камень не выпал совсем. Как-нибудь будем разговаривать про осадки, я вам даже покажу, когда вот второй раз, грубо говоря, мы сняли с осадка, слили эту бутыль, она была практически полностью чистой. И, казалось бы, да, там кислота есть. Она действительно есть, и по вкусу оно такое кисленькое. Так вот, те мои близкие, кто раньше на менее кислые вина говорил, что они кислые, теперь даже вот это, где не выпал винный камень, говорят, о, класс, оно такое вот приятное. Понимаете, эволюция, вкус развивайте. И он развивется, вы совершенно откроете для себя другой мир. И не надо бояться кислоты. Это основа вина. Это его защита. И кислота вину очень нужна. Невозможно испечь пирог без муки. Так и невозможно сделать вино без кислоты. Это уже получится не вино. Это получится что-то другое. Ну, а если вдруг вам все-таки вот оно будет кисло, дайте ему пройти все этапы. Кстати, в процессе можно добавлять, если изначально кислое сусло, и сусло, есть такие микроорганизмы, шизосахаромицеты, они продаются в специализированных магазинах для виноделия. Вот они достаточно много потребляют яблочной кислоты. То есть всем этим можно пользоваться. И нужно пользоваться, ну, хотя я противник, да, вот этих добавлений, чего-то использования, но это в разы, в сто тысяч раз лучше, чем просто добавление воды. То есть пользуйтесь. Они будут потреблять эту кислоту. И потом, вот, если мы дали пройти этапы, и мы понимаем, что мы не согласны ждать еще пару лет, пока вот все это придет в норму, в таком случае, пожалуйста, раскислитель. Их тоже можно использовать, но напомню, осторожно. Ну и третий вариант, в принципе, тоже достаточно такой приемлемый. Вот открыли бутылку прямо вот здесь и сейчас, и понимаете, что вам кисло. Сладкий сок. Можно разбавлять. Вот та же вода при употреблении вина, ну, почему нет? Вы хотите его в данный момент более легким. Да? Пожалуйста, при употреблении разбавили. Тот же сахар при употреблении добавили. Можно какие-то сиропы добавлять. Тоже почему нет? При употреблении. Ну, хранится ваше вино. Вот без сахаров, без воды, без вот этой всякой ерунды, будет гораздо лучше. Да, кто-то может сказать, что, ну вот, сладкие же вина, они долго хранятся. Сладкие не с большим количеством сахара, а с другими технологиями. Когда вина делают практически из-за изюма, там кислот, концентрация очень большая. Просто они с сахаром вот этим большим замаскированы. Там большая концентрация, танинов там большая, там всего большая концентрация. И поэтому эти вина хранятся. Если бы мы их разбавили водой, насыпали много сахара, это было бы уже не то. Напомню, что окислительный процесс, это химический процесс, и они все равно проходят. Вы их не остановите никак. Поэтому вот эту естественную защиту убирать не нужно. Еще здесь мы разговаривали про виноградные вина, про виноградное сусло. Пару слов о яблочных винах, о яблочных сидрах. Там кислота чем регулируется? Там кислота регулируется смешением различных сортов яблок. Сладких, кисло-сладких, вот это вот все. Это раз. Второе, в яблочном винный камень не выпадает, потому что там нет винной кислоты. Но яблочная кислота как раз таки в яблоках и присутствует. Это основная кислота. И яблочно-молочное брожение, то есть превращение этой резкой кислоты в более мягкую молочную, тоже имеет место быть. Оно протекает достаточно длительно, поэтому надо просто набраться терпения. И в идеале, например, те же сидры разливать в мае. Вот тогда пройдут все процессы. И если изначально у нас сусло кислое, то оно будет защищено от многих негативных последствий. А к весне кислота смягчится. Конечно, может быть, там что-то останется, но тогда уже надо смотреть, пробовать, как это будет. Все равно кислота изначально, вот как только отбродило все, и кислота потом, где-нибудь в мае, она будет разной. Поэтому правильнее дождаться и посмотреть, что там будет происходить. Ну и для яблочного, если надо кислоту снижать, то это уже купажирование с чем-нибудь, с какими-то сладкими соками. И еще одно маленькое дополнение. Часто возникает вопрос, ой, а можно я кислоту погашу содой? Нет, нельзя. Сода вину только навредит. Поэтому про соду. Вот сода в выпечке, может быть, еще где-то, но только не вине. Надеюсь, видео было вам полезно. Надеюсь, вы не будете спешить избавляться от кислоты, научитесь с ней правильно работать. И все у вас будет замечательно получаться. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще», ссылка на другие полезные видео. Ссылка на целый плейлист по домашнему виноделию. Убедительная просьба. Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, посмотрите этот плейлист. На большинство ваших вопросов вы найдете там ответы. Но также я оставляю свои контакты и ссылку на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч!